Динамо 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 12 из 25 атак. Сзади линии Антон Семышев. Не о Соколове речь. Антон Семышев забивает и заставляет меня сменить. В Динамо Илья стал подавать силовую. В этот раз получилось не так уж и мощно. А вот здесь Семышев практически, практически зацепился за атаку Амара Курбанова. Но Амар был чуточку лучше. Понятно. Каждому победаисту Монтонюк. Выбег и прием. Быстрая передача Атанасов. От блока отыгрался. Еще одна атака Атанасова. И как он нашел эту брешь? Где он нашел это пространство между руками? Но все-таки мяч просочился. Смотрите. Первая скидка. Внимательный локомотив защитник. В прошлой встрече Цветан набрал 20 очков. Я имею ввиду кубковую игру против Кузбасса. И вот здесь подача, кстати, была очень-очень хорошей. Еще раз от блока отыгрывается Атанаса. Но Цветан Соколов с эмоциями. С амплитудой, с силой, и главное, с мощью. Очень важная для него психологическая очка. Не чувствовал он уверенности в себе и в своей атаке. Сохраняет подачу Соколов. Здесь, на тройном блоке, Илья Казаченко попадает в Капкад. Павел Панков. 19-19. Ну что ж, вот вы посумели и все получаете. Давайте еще. Класс. Цветка смягчает. Курбанов. И есть защита. Соколов сам защищался, сам атакует. Ответ от блока. Мартин. Атанасов. Вот так вот болгарская парочка разыграла. Мощная подача. Атанасов аж равновился. Потерял. Курбанов на тройном блоке не рисует. Жук. Скидка. Здесь внимательно были Локомотив. Еще одна атака и снова Страховская. Курбанов. Опять шанс у него. О, в этот раз Динамо будет распоряжаться мячом. Борган скидывает. Атанасов держится мяч. Отличный розыгрыш. И как же он падает. Как же он падает этот мяч. Никто не готов. Четверо или пятеро игроков Динамо были вокруг этого мяча. Никто из них не взял его. Никто даже не отреагировал. Может быть сейчас. Курбанов справился. Но прием высокий и выиграл. Накад. И мяч за пределами площадки. Но вот здесь Амар Курбанов. И его укорочено. А Семышев отличный панкейк. На тройном блоке Антон Семышев по футбольному защищался. А Цветан Заколов по волейбольному забил. Ну все. Улыбка на лице Цветана означает, что все в порядке на стороне белоголубых. Семышев вот так на расслабоне. Поднял мяч с ногой. И уже начинает скипать. Атака от Анасова. Вертикальный прыжок. Вертикальная атака. И съем. Абай. Керминин справляется. И Бондон на быстрой передаче. Девятое очко динамовцам приносит. А Локомотив пока никак не может нащупать свою игру. Не так уж и много ошибается. Но каждый раз с этой подачей справляется динамовцам. Класс. Его подача. И Дмитрий Лызик. Да, 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 Дим. От тебя тоже сегодня зависит очень и очень много. И от его эмоций. От его темперамента. Дмитрий Лызик действительно такой огонек команды. Атанас. Здесь есть свой первый темп по фамилии Жук. Дмитрий Жук только что всю картошку поел на поляне Локомотива. Ну, а Локомотив тоже в драматичном тяжелом матче против Белогородского Белогоря. Лызик снова в первом темпе. И снова Дмитрий дает эмоции. Обязательно это отмечаем и подмечаем. Пациентами ватаки. Согласно протоколу той встречи. Ну, это не то, что очень хороший суток. Это Горосмейс. А здесь филиграмная атака Антона Семышева с задней линии. Главное без заступов. Прыгнул. Пока Цветан Соколов подает. На тройном блоке. Мартин Атанасов. В мастерюга. Что сказать. Молдовский-то игровщик сегодня показывает хорошие цифры в атаке. Погоня неплохая. Новосибирцами организовывана. И здесь укороченная подача Семышева справляется. Соколов будет атаковать на двойном блоке. Под самую, под самую лицевую линию в площадку попадает болгарский диагональный москвичей. Соколов в игру вернулся. Казаченков. Пока Сарадаров пропал. Вот ему передача. Вот он тройной блок. Соколов в защите. Панков не добежит. Павел Панков не стал рисковать. Не стал подвергать себя травме. Не перепрыгивать через щиты. Подтвердить. Ага. Хорошая подача. Партыню. Ну вот здесь такое молчание. Буквально траурное. Я-то подумал в динамике игры, что мяч на стороне Динамо упал. Но нет. Ну и вот ответ. Сразу же ответ Дмитрия Жука. На подаче появляется Чесла Свинтицкий. Человек, который выходит усиливать подачу. Динамо в цепь. И, кстати говоря, получилось в виде Чесла. Но здесь Константин Абаев был внимательнее, хитрее и заблокировал вот эту атаку переходящего мяча. Соколов Атанасов доводит на два плюса. И есть. Есть забитое очко Илье Казаченковым. Витамо Соколов даже извинился за то, что эту атаку Казаченкову не обработал. Переходящий мяч. Лузик решил его не атаковать. А зря. Павел Томбов один в один закрывает Мартина Атанасова. И самый удачный ромбек болгарского доигровщика там был. Смотрите еще раз. Так еще. Мощная подача. Хмалим Атанасова за прием. И Дмитрия Лузика за этот первый тест все равно, все равно, даже несмотря на то, что партия, возможно, практически упущена. Своей мощной атакой добавляет уверенности к мячу. Нет. Мартина Атанасова в площадку не попадает. Для Енисея Жук был шикарен. Казаченков. Мощная атака по направлению движения. Четвертая очко локомотива. Они начали третью партию уверенно. Не сказать, что динамовцы как-то выглядят расслабленными. У Лузика подача эффективная. 48 процентов. Опять-таки, согласно статистике, которую Иван Кух привел. Ну и эйсов не так много относительно. Почему бы и не вспомнить. Хороший блок. И Власов его непосредственный участник. Сейчас Власов оттянулся для страховки, дабы атаки у Лока не случалось. А здесь страховка. Павел Панков не дотягивается до мяча. 6-5. Лок все-таки выгрыз себе этот брейковый мяч. Куркаев был бессилен. Казаченков. Семышев поднимает. Высокий мяч, за которым не успевает никто из партнеров. Ну вот так уже на вскидку третий или четвертый момент. Семышев неплох в защите. Занимает верную позицию. И в этом году ничего не меняется. Его подача все так же мощна и все так же коварна. Как и Мартин Атанасов, прекрасная техническая работа. Переводит мяч по линии. Спорный, но все-таки защита. Атанасов. Отличная атака. Глазно исполнил как технически, так и ассистировано. Константину Абаеву тоже. Лавры начинает уходить в отрывок локомотива. Хватит ли скорости паровоза. Тяжелый момент, тяжелый эпизод. И Сергей Савин как? Да не может быть такого. Сергей Савин, как он по этому мячу вообще так точно попал. Здесь, несите зачетку, вы сдали экзамен. Семышев тоже сдал экзамен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, экзамен отменен. Павел Панков поставил всем автоматом. 13.11. Профессор Павел Панков. Савин. Накат. Семышев довел. Болу Жук. Ну, с мясом. Сам не поверил. Корявенько, но все-таки забил. Вот такой. 13.16. Панков после перерыва подает укороченную. Жук. Выпрыгнул выше всех. Снял переходящий. Все как один. Динамовцы сконцентрированы на приеме подачи Куркаева. Здесь Казаченко в защите. Да вот как Керминина и скидка. Ух ты. А вот сейчас будет жарко. Владиславич Брянский. Мы знаем, что и он может себе позволить выплеснуть эмоции. Жук за спиной. Первый темп за спиной. Больше такие комбинации, конечно, в женском волейболе разыгрываются. 27.29. 26.28. Представьте. Две партии подряд ушли на очень далекие брейки. Ага, здесь защита Лока. Но свисток дан. Свисток дан безоговорочно. Савин справляется на отлично. А это значит, что будет первый темп. Динамо и... Динамо, прошу прощения, локомотив. И первый темп это братья-близнецы. Когда в вашем составе такие мастера, как Илья Скуркаев и Дмитрий Лызик, их просто-напросто грешно не использовать. Две бронзы и серебро. Хорошая подача Семышев, правда. С этим не согласен. И Денис Богдан. 24-ое очко. Динамо забивает. Сейчас в кругу Динамо вот так вот подзадержалось. 24.23. Сетпоинт. И это мяч в площадке. И гольфист Павел Панков точно в лунку забивает. Попадает на подачу. 25-23. Динамо уже празднует. В поле это видят сейчас дорогие зрители. Спасибо, что были сегодня со мной на этой прекрасной волейбольной трансляции. Любите волейбол, смотрите волейбол. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok